Здравствуйте! Это канал «Страна для жизни» и наша постоянная рубрика «Письма героям». В наших выпусках мы знакомим вас с белорусами, которые в настоящий момент находятся в заключении. Некоторые из наших героев уже осуждены по сфабрикованным делам, а некоторые еще в ожидании судилища. Мы рассказываем об этих людях для того, чтобы белорусы знали именно тех, кто сейчас лишен возможности жить в своих домах и в своих семьях, рядом со своими близкими и со своими детьми. И эту возможность у них отобрал преступный диктаторский режим. Сегодня я хочу напомнить про историю смелых белорусов, которые в 2022 году вывесили флаги в Минске на улице Леси Украинки. Это были флаги Украины и независимой свободной Беларуси. Один из этих ребят – Денис Ворозов. Денису 42 года, он родился и вырос в Минске. Окончил среднюю школу номер 149, имеет высшее образование. Увлекался горными лыжами. Много времени уделял изучению иностранных языков. В музыке любил рок-исполнителей. В литературе особое предпочтение отдавал Быкову и Короткевичу. В семье Денис очень добрый и заботливый. Всегда мог найти разумное решение в любой ситуации. Бесконфликтный, справедливый и честный. Именно поэтому события 2020 года не оставили в стороне смелого Беларуса. Он приходил на помощь каждому, кто в этом нуждался. Он умеет дружить по-настоящему. И за это качество его уважали коллеги, близкие и друзья семьи. Дениса Ворозова задержали 3 сентября 2022 года. Основанием для задержания послужил факт вывешивания бело-красно-белого флага и флага Украины на фасаде дома Леси Украинки. Кроме него задержали еще 4 человека. Ольгу Терех, Екатерину Зарецкую, Вячеслава Пантюшенко, Владимира Лавара. Позже их маленьких чат, где ребята общались между собой, признали экстремистским формированием. При задержании Дениса бесчеловечно избивали. Кровью была залита вся квартира. Били с таким зверством, что у одного особо отличившегося слетела балаклава. Так он вошел в кураж. В ужасном состоянии его увезли на допрос. Уже там к нему несколько раз вызывали карету скорой помощи. И в очередной раз, когда медики не смогли оказать помощь на месте, Дениса госпитализировали. Несколько дней парень провел в больнице, прикованный наручниками к кровати. И это лишь за то, что ребята вывесили флаги. За то, что показали солидарность с украинским народом, который зверски уничтожает путинский режим путем захвата территорий независимого государства. Скоро начнется судебный процесс по делу Дениса и еще четверых минчан. Ребят обвиняют по трем частям статьи 361.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мы просим поддержать смелых белорусов и белорусов письмами солидарности. Для них это будет огромной поддержкой, ведь в заключении делается все, чтобы создать невыносимые условия и изолировать людей от внешнего мира. Пишите письма политзаключенным. Не забывайте наших героев. Живе Беларусь!